И сегодня в России отмечают День работников следствия. Дата 25 июля выбрана не случайно. В этот день, 303 года назад, Петр I создал специальную следственную канцелярию. Сегодня сотрудников Следственного комитета Чувашии поздравил глава региона. Следственная канцелярия гвардии майора Волконского, который учредил Петр I, разбирала самые опасные дела. Коррупция, казнократство, посягательство на основе государственности. И подчинялась непосредственно главе государства. С тех пор было много реформ, но пять лет назад Россия фактически вернулась к Петровской модели следственных органов. Круг дел пополнили преступления против личности, убийства, похищения людей, причинения вреда здоровью. Все те, в которых особенно важно найти и наказать виновных. Ключевым показателем, хочу это подчеркнуть, является доверие граждан к органам власти и к органам правоохранительной деятельности. Это очень важно. Вот это доверие, конечно, надо нам дальше приумножать, чтобы все те показатели, которые есть у нас, они не ухудшились. Борьба за показатели, а значит, чьи-то жизни, безопасность, справедливость будут идти, пока есть законы и те, кто их нарушает. За первые полгодия 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 уменьшилось количество убийств, а их раскрываемость составила 98%. По оставшимся 2% расследование будет продолжаться, пока дела не окажутся в суде. Возбуждено 183 уголовных делок коррупционной направленности. Обвинение предъявлено 70 лицам. Гражданские очень многие понимают вашу работу только из фильмов. И хорошо, когда фильмы эти хорошие, когда ваша работа показывается изнутри, когда видно, сколько труда, сколько сил вы вкладываете в то, чтобы преодолеть пороки в нашем обществе, те проблемы, которые существуют. И, наверное, хотелось бы пожелать каждому из вас, чтобы такой грязной работы было как можно меньше, чтобы можно было бы работать и посвящать себя в большей степени на то, чтобы предотвратить такие преступления. Благодаря коллегам Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ в нашем эфире, самая актуальная информация о громких преступлениях и их расследовании. В свою очередь, нашу телерадиокомпанию отметили за неординарный подход к освещению деятельности Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. Продолжение следует...